Входом пятого эпизода Сюгуна, думаю, вы понимаете. Трейлер шестого эпизода тоже вышел. Пройдя половину мини-сериала, все только начинается. Шунага собирает армию на восток, Ачиба просит Ишида командовать на западе, ускоряя наступление. Ачиба будет внимательна к следующему эпизоду, анализируем трейлер и извлекаем все возможности. Делюсь теориями и прогнозами, что может произойти дальше. Их, начнем. Это объяснение трейлера к шестому эпизоду Сюгуна. Это видео содержит спойлеры. FX дал нам лишь 25-секундный обзор, что мне нравится, но и вызывает желание смотреть больше, что, собственно, и есть цель трейлера. Так что этого достаточно, чтобы обрисовать тон следующего эпизода. Это, на мой взгляд, самое важное в этих трейлерах. Итак, трейлер шестого эпизода начался с того, что мы увидели отца Мартина Альвита, произносящего фразу «Пришло время взглянуть на Тарунагу как на союзника». Есть широкий круг людей, которым он мог бы сказать это, но я думаю, что он может говорить это Кияме, одному из регентов в Совете. Возможно, он советует ему, что со стороны кажется, что Совет в замешательстве, и что разумнее встать на сторону того, кто, по мнению Альвита, скорее всего, выйдет победителем, то есть Тарунага. Пока это только мысль, но я думаю, что это может быть так. Когда он сказал это, это было перебито кадром, на котором Тарунага садится, собираясь поговорить с людьми, которые были перед ним. Здесь были Хиромацу, Нагакадо, Ябушиги, Оми, Тарабунтаро, Марико, Джон Блэкторн и многие другие люди Тарунаги. Что мне особенно показалось интересным в этом кадре, так это то, что перед ним были несколько мужчин, которым нельзя доверять по ряду разных причин. Его сын Нагакадо, потому что он слишком эмоциональный и все берет в свои руки, стремясь проявить себя. Ябушиги, потому что он буквально играет в Тарунагу и в то же время заодно с Исидо, надеясь просто перейти на сторону победителя, когда придет время. И также Оми, потому что у него свои намерения. Так как предательство является общей темой в сериале и реальной истории Иесутакугавы и Исиды Муцунари, это заставляет меня сомневаться в намерениях Торабунтаро и в том, что его история о том, как он вернулся, отбившись от всех мужчин, является правдой. Это является правдой? Мог бы его жизнь быть сохранена, если бы он был шпионом Исида и отдал свой долг другой стороне? На данный момент это всего лишь идея, и несмотря на то, что она потенциально идет вразрез с идеей персонажа черты характера грозного верного воина, это то, что было в моей голове после предыдущего эпизода, так что время покажет. Джон Блэкторн кажется единственный человек, который полностью лоялен к Торунага. Он спас его, отдал за него свои мечи и стоит рядом с ним, даже когда он он был лишен свободы для своих людей, для них и для себя, чтобы они могли вернуться в Англию, так что интересно наблюдать, как она развивается. Здесь также следует отметить, что Джон Блэкторн, похоже, вернул свои мечи. Это могли быть те, которые он подарил Торунага, и он, возможно, вернул их, или Торунага мог подарить Джону другой набор мечей. Я собираюсь представить, что эта встреча, которая также происходит, будет происходить после землетрясения и оползня, где он уничтожил часть армии Торунаги, а также многие из жителей. Возможно, они планируют свои следующие шаги после случившегося. В следующей части трейлера госпожа Ачиба коробкается в комнату заседаний Совета Регентов. Также, как мы видели в конце прошлого эпизода, где она управляла разговором с Ишидо и представляла себя главой, она, казалось, делала то же здесь, в этой части трейлера, но при всеобщем присутствии. Ила фразы, которую она сказала, вы совершенно не осознаете, с кем столкнулись. Она прошептала Ишидо на ухо, и когда она сказала это, кадр переключился на Сугияму. И, по-моему, он наблюдал за разговором двоих. Сугияма – старейший из пяти регентов и происходит из одной из самых обеспеченных семей Японии. Но, как мы видели в последнем эпизоде, он вызвал некий конфликт среди регентов, так как он не хотел назначения Маэда двоюродного брата Оно новым Торунагой. Замена говорит, что предпочитает Сеппуку. После того, как он это сказал, уделялось внимание кашлю, и Исидо улыбался, он в приступе. Это заставляет меня думать, что с Сугиямой что-то случится. Дам спойлер из книги, если не хотите слушать, перейдите к таймкоду на экране. В романе Сугияма уходит из Совета Регентов, но его убивает один из ронинов Исидо, бродячий самурай. Возможно, Леди Атиба задумывает в голове Исидо, может ли он доверять Сугияме. Это может гнить в его голове и может случиться в сериале. Следующий отрывок трейлера – быстрая последовательность кадров. И это выглядело так, словно Леди Атиба владела мечом. Она преодолела человека перед ней, показывая. О том, что она, по всей видимости, вызывает страх и несет разрушение не только словами. Далее подробно рассказывали о Марике. Ей сказали, что женщина не может отводить глаза, когда другая страдает. Скорее всего, эта идея связана с проблемами Тоды Бунтаро и насилием, с которым она сталкивается, или с более глубоким чувством, которое она испытывает, не желая находиться там. Как мы слышали в последнем эпизоде, она хотела совершить сеппуку из-за поступков отца. Казалось, что в этой же сцене, судя по освещению и наряду Марика, она встретилась с Джоном Блектерном, пробующим снова, когда они прошли друг друга, он протянул руку и схватил ее. В последнем эпизоде она сказала ему, что единственные слова, которые они должны говорить, из уст других людей. Но Джон не понял. Пока он продолжает показывать, нравится ей романтически. Это чрезвычайно опасно для них, могут убить, если обнаружат. Интересно, будет ли роман продолжаться? Как продолжится? В конце трейлера можно увидеть, как Таринага проявляется, как внушающий страх воин и лидер. Он произносит речь перед своими людьми. Сказал, что смерти погибших не были напрасными. Сказал это с такой страстью, какой мы еще не слышали. Это напоминало речь, когда он впервые прибыл здесь. Может быть, это ответ на гибель от землетрясения. Возможно, он делает это, чтобы поддерживать их дух. Они собираются приступить к более великому делу, и оно будет быть выгравированным в учебниках истории и, возможно, изменить руководство Японии. Таким образом, используя их смерти, он выражает свои лидерские качества и пытается дать людям дополнительный мотивирующий фактор, чтобы они стояли рядом с ним и боролись. В противном случае можно считать, что люди, которых они любили, погибли напрасно. После этого трейлер подошел к концу. Синопсис заключается в том, что Леди Атиба возвращается в Осаку, чтобы ускорить кампанию регента против Таранаги. В Дзиро Таранага проверяет преданность Марика своему делу. Так что все, что мы видели в трейлере, очень похоже на то, что было в синопсисе. Леди Атиба хочет, чтобы с Таранагой разобрались, чтобы сохранить ее жизнь и жизнь ее сына в целости и сохранности, и чтобы угроза того, что ее сын не станет тайко, была уменьшена. Единственное, что меня интересует, это испытание, которое Таранага собирается устроить Марика. Женщина, с кем она говорит, может быть подведена Таранагой? Янс, который католики хотят с Таранагой, может ли озадачить Марика, потому что она набожна, а Таранаге не волнует или не доверяет? Это могло бы заставить его думать о Марика и интересно, как все разовьется. Сейчас мы восхождаем к вершине горы. Вершина, где ожидаем битву при Секе Гахаре. Как Ачиба сказала, время политики вышло. Так что все идет к войне и крововому погрому. И это так, объяснение трейлера, шестой серии Сюгуна. Если хотите видеть больше по Сюгуну, нажмите на карточку. Я разбираю каждую серию и буду продолжать. Есть видео о персонажах с реальными историческими прототипами. Всегда спасибо за просмотр и до следующего.